МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Невозможно представить, сколько людей он спас от смерти. Невозможно представить, сколько талантливых врачей вошли в профессию под его руководством. Невозможно представить, сколько его научных разработок и исследований использует современная медицина. Самара отмечает 100-летний юбилей Георгия Ратнера. Талантливого наставника, ученого с мировым именем, хирурга, новатора, удивительного человека. Поговорить сегодня, вспомнить Георгия Львовича. Мы собрались в этой студии, и я с удовольствием представляю наших гостей. Это Александр Калсанов, ректор Самарского государственного медуниверситета, профессор РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Добрый день. И Алексей Вачев, заведующий кафедрой и клиникой факультетской хирургии САМГМУ, доктор медицинских наук, профессор. Добрый день. В нашем разговоре также принимает участие Геннадий Котельников, президент САМГМУ, академик РАН, председатель Самарской губернской думы. Итак, поговорить хочется о многом, поэтому начинаем сразу без раскачки. Вот с 1962 года Георгий Райтнер вписал свое имя в историю Самары, ну тогда еще Куйбышева, да. И вот кафедрой факультетской хирургии нынешнего САМГМУ он руководил 39 лет, да, если я не ошибаюсь? Да, почти 40 лет. Вот вам, Алексей Николаевич, он передал свое детище, и опять-таки, если не обманывают интернет, у вас хранится фигурка его любимого литературного персонажа. Скажите, почему Райтнера называли Дон Кихотом? Действительно, фигура Дон Кихота, Каслинского литья, находится в кабинете. И это было привнесено на кафедру именно Георгием Львовичем, когда он приехал и был избран нашим ученым советом в 1962 году по конкурсу. Был серьезный очень конкурс, и голоса были распределены так, что он стал заведующим кафедрой. И Дон Кихота он привез из Челябинска. Он, Дон Кихот, фигура Дон Кихота, ему была подарена челябинскими врачами, когда он оттуда уезжал. И действительно, мы, когда ознакомились на протяжении всей жизни, проявлялись разные, конечно, ситуации. И Георгия Львовича можно смело назвать Дон Кихотом своего времени. Это человек, который, во-первых, всегда прямо шел к цели. С другой стороны, он всегда отстаивал свои убеждения, если был уверен, что они верны. В-третьих, он понимал, что бороться с ветряными мельницами бессмысленно, но, тем не менее, удержаться порой невозможно, поскольку это противоречит внутренним убеждениям. Побороться приходится. Александр Владимирович, любой медицинский университет, наверное, выполняет такую трехсоставную задачу, обучает студентов, лечит и занимается наукой. Давайте, может быть, сейчас эти три позиции проговорим в отношении Георгия Львовича. И поправьте меня, если я не права, именно Ратнер повлиял на ваше решение пойти в хирургию? Да, здесь, отвечая на ваш вопрос, я бы разделил его. Действительно, ВУЗ решает многогранные задачи. То, о чем вы сказали, может быть, сейчас они расширились. Мы еще говорим о внедрении, не только занятия наукой, фундаментальной, но и внедрением в дальнейшем. Это вот уже не любой, а ваш вопрос. Ну, задачи уже всем такие ставят. Четыре и пятые задачи, конечно, очень важны. Сейчас воспитательная деятельность, молодежная политика. Это тоже как одна из ключевых. Поэтому вот, наверное, уже пять. Говоря про Георгия Львовича, я могу что сказать? Что действительно принятие решения идти в хирургию, это было основано на общении, на знакомстве. Потому что сначала это было не близкое знакомство, а лекции и так далее. А дальше я связал свою судьбу с кафедрой факультетской хирургии. Я был старостой кружка научного, студенческого. Я проходил субординатуру, клиническую ординатуру. Начал заниматься научной деятельностью. И тогда именно было принято решение о написании кандидатской диссертации. И как раз мой учитель там впоследствии, Валентина Иванова, тоже была в какой-то степени ученик, соратник Георгий Львович. Поэтому моя жизнь, она всегда была связана с этой кафедрой. И, конечно, как Вы правильно сказали, Георгий Львович, это не просто блестящий ученый. Хирург – это очень талантливый человек, который мог зарядить энергией. У него, если раскладываю же на деятельность, его многие разработки и предложения, они были именно инженерные, инженерного характера. У него ряд направлений, которые потом вышли в прикладные разработки, в конкретные изделия, кровообращения и так далее. Там десятки наработок, которые дошли до пациента, что очень важно. И говоря про его деятельность, конечно, это оратор прекрасный, лекции – это… Все равно мы же понимаем, будучи студентами, не как всем лекторам, есть стопроцентное посещение. Но у него это всегда было стопроцентное посещение. Приходили на него смотреть, как он дает информацию, что он говорит. И его научная работа, образовательная деятельность, инновационная, как мы сейчас говорим, конечно, медицинская. Он же явился основоположником ряда вообще направлений, не только в регионе, но и в стране. И кардиохирургия, и таракальная хирургия, и хирургия пищевода. Много могу перечислять. Поэтому, конечно, работа такого человека в ВУЗе – это, конечно, повышает бренд университета. Как бы мы ни хотели, все равно каждый ВУЗ, когда мы называем любой университет, мы понимаем, какие фамилии, какие люди в этом ВУЗе работали и работают. Вот Георгий Глебович, конечно, это плеяда тех людей. Поэтому, как ректор, сегодня я оцениваю масштаб его личности, его, так скажем, инвестиции в человеческий капитал, в знания, то огромное количество учеников, которые вышли под его пера, так скажем, под его, как научный руководитель у них был, и Алексей Николаевич Ивачев, тоже один из учеников. Это, говорят, о многом. И еще проводили, помню, какую-то аналитику Алексею Николаевичу, в скольких ВУЗах, там, по-моему, порядка 20 ВУЗов насчитали, где его ученики возглавляют кафедры. Да. Это тоже очень важный показатель. Это большая цифра. Также очень высоко отозвался о таланте Ратнера именно обучающим. Геннадий Петрович Котельников, давайте послушаем. Дай Бог нашим студентам, таких преподавателей, дай Бог всем нам, таких коллег, таких старших товарищей, начальников, которые остаются в жизни такими. Мы поговорили очень коротко про обучение. Давайте все-таки теперь ко второму пункту, лечебному процессу перейдем. Вот скажите, пожалуйста, все-таки, ну, это, может, романтический ореол, но, тем не менее, когда речь заходит о профессии хирург, все сразу представляют какой-то определенный набор качеств, которым хирург совершенно непременно должен обладать. Что такое было в Ратнере, позволяющее ему быть именно тем, кем он был хирургом-новатором? Алексей Николаевич, я думаю, да. Надо сказать, что Георгий Львович, прежде всего, был очень вдумчивым хирургом. И он полностью впитал в себя лучшие совершенно принципы российской школы хирургии, которые нам завещал еще Николай Иванович Пирогов. Проявлялось это, прежде всего, в том, что перед операцией, сложной операцией, нештатной операцией, мы все участвовали в разборе пациента, каждый высказывал свою точку зрения. Все это он умел суммировать. И мы очень четко, нас он так учил, мы очень четко должны были представлять, какие функции мы улучшим, выполнив эту операцию, какие функции придут в худшее состояние, каков будет период реабилитации, как долго он должен будет длиться. И вот это функциональное направление хирургии, это очень важно, а сегодня это вообще является мировым трендом. То есть качество жизни пациента после. Да, именно качество жизни. И не случайно, именно он руководил одной из первых докторских диссертаций, которая выходила в нашей клинике, где именно оценивалось качество жизни в послеоперационном периоде. И мы этим занимались уже в те годы. Георгий Львович нас это требовал. Это вот одно из таких качеств его. На операции Георгий Львович был очень решительным человеком. Очень решительным человеком. Вот говорят, что он не боялся рисковать. Ну, риск в хирургии, понимаете, это ведь дело такое. Если у пациента есть шанс то рисковать, конечно же, нужно. Здесь все должно быть продумано. Это Георгий Львович это очень четко демонстрировал. Мы это видели достаточно часто на операциях. Сегодня же, мне кажется, работа хирурга ограничивается различными прописанными такими нормами, когда риск, в общем, он бы, может, и рискнул, но нельзя. Или я ошибаюсь? Действительно, есть рекомендации, есть стандарты определенные, но в любом случае нельзя четко, совсем четко, там, до запятой прописать ту такую внештатную ситуацию. Поэтому, конечно, вот в этом и заключается мастерство хирурга, который, имея конкретную ситуацию клиническую, принимает решения. Понятно, они в определенных рамках. Но кто-то риск берет на себя, кто-то нет. Это как раз Георгий Львович был человеком, который он и создавал новые технологии, новые операции. Вот именно, ну, такой, наверное, пытливый ум, такое стремление к новаторству. Но конечная цель – это, конечно, помочь пациенту. Поэтому и столько было сделано за, ну, достаточно небольшой период времени, если говорить, да, в целом. Очень много нового для региона, для страны. Поэтому здесь все равно роль конкретной действия, она велика. Геннадий Петрович Котельников рассказывает одну из удивительных историй, как раз касающихся лечебной деятельности Георгия Львовича Ратнера. Давайте послушаем. Это было, уже я пришел на кафедру, работал на кафедре, но первые годы работал. И мы с Маргаритой Ивановной оперировали, значит, пациента. И Маргарита Ивановна очень опытный, очень опытный хирург. Она, кстати, жизнь вот ушла полтора-два года назад. Полтора года назад. И хочу сказать, что вот она, оперируя больного, случайно пересекла сосуд, очень крупный сосуд, но его там быть не должно. Это бывает же аномалии, допустим. Вот у всех, там, здесь проходит вена, а у другого, там, где-то она перемещается. Вот раз, и такой удар. Я такого кровотечения больше в жизни не видел. Это вот как выстрел, понимаете? Как выстрел, вот фонтан крови. Но она мгновенно, Маргарита Ивановна, только ее опыт, она мгновенно пережала сосуд, остановила. Я на нее смотрю, но я просто оцепенел ее. Она говорит, Геннадий, срочно беги за Ратнером. Не звони ничего. Прям беги вот, раздевайся на ходу и беги. Она почему? Потому что пока звонишь, пока чего-то в это найдут там. Я действительно, я добежал до факультетской хирургии, забегая к нему в кабинет, он на месте. Геннадий Иванович, вот так и так. Вот Маргарита Ивановна, там вот такая ситуация. Все бежим, он там кому-то звонит, и они двое или трое сразу, быстро, я бегом, а они там чуть помедленнее, но тоже туда, в операционную. И больной был спасен. Он очень опытный хирург, очень опытный хирург. Он сам не оперировал, но он своим помощником, очень тоже опытным, он говорил, так, ребята, все, время уже прошло, значит, и дает ему, вот так надо делать, вот так надо делать. И они все сделали. Они сшили конец в конец сосуд, и, слава богу, больной остался жив. И вот мы сейчас говорили о том, что были собственные разработки, и очень большой пласт открыт новых направлений в хирургии, именно в то время. Скажите, а вот какие из этих разработок, я не знаю, может быть, инструментов, приспособлений, чего-то еще, используются до сих пор, и, может быть, даже не только у нас в Самаре? Ну, я могу два направления, в которых он принимал активное участие, где было завершено созданием изделий и каких-то технических, инженерных решений. Это область искусственного кровообращения и гиперболическая оксигенация. То есть оборудование есть, это было целое направление у Георгия Львовича, были ученики, были исследования, и сейчас это до сих пор активно используется, совершенствуется, конечно, что эти вещи однозначно связаны с его именем. Я думаю, Алексей Николаевич тоже еще здесь поддержит какие-то другие, нам напомнит моменты. Да, ну вот то, что Александр Владимирович сказал, вообще Георгий Львович Ратнер вместе с профессором Бурэма из Нидерландов являются, и это зафиксировано, родоначальниками методов лечения кислородом под повышенным давлением гиперболической оксигенации. И ведь дело в том, что отдельные эпизоды, они происходят в разных клиниках, лечебных учреждениях, периодически все это делается. Вот если представить ситуацию, допустим, какого-то конкретного периода времени. Но Георгий Львович, взявшись здесь, в Куйбышеве, в Куйбышевском медицинском институте за эту проблему, поставил дело таким образом, что были проведены очень глубокие исследования по лечению кислородом под повышенным давлением. Были отработаны режимы, длительность, там очень много нюансов, например, как долго необходимо добиваться нарастания давления в камере, как быстро проводить декомпрессию, какие изменения в органах происходят при этом воздействии, как человек себя чувствует через день, через два, после сеанса, как часто надо проводить сеансы, и так далее, и тому подобное. И Георгий Львович не был сторонником быстрых, скороспелых выводов. Начав в клинике и организовав коллектив по изучению гиперболической оксигенации, воздействию при разных заболеваниях, это длилось более семи лет, прежде чем была написана монография, только когда были получены все подтверждения, все просчитаны возможные осложнения, все неприятности, которые могут быть, только после этого появилась монография. И эта монография, Алексей Львович, была, кстати, выпущена в книге, книга была выпущена в издательство тогда «Москва. Медицина». Для периферического вуза это событие всегда было. И эта книга была признана лучшей книгой по медицине 1971 года. Это вот какая величина. Это как пример отношения к делу. Мы вот уже с вами плавно перешли, на самом деле, к научной деятельности. И, как мне кажется, сейчас вот она, такая пограничная между научной деятельностью и наставничеством. Я вот о чем хочу спросить. Школа Георгия Ратнера это 33 доктора, 91 кандидат медицинских наук, более 100 практических хирургов. И вы вот уже сказали, что его ученики, как ручейки, растеклись по стране, эти имена известны. А в Самаре, в Самгуму, как много осталось вот той когорты, есть ли они? Вот я вижу двоих пока. Ну, конечно, есть. И, к сожалению, кого-то уже с нами нет рядом, да, и Виктор Петрович Поляков, всем известный, да, и Иван Николаевич Чернышев. Это лидеры были в свое время и лидеры направлений. Я уже сказал, Алексей Николаевич, есть Евгений Анатольевич Карамасов, заведующий кафедрой, да, и в той или иной степени люди, которые кафедры сейчас другими заведуют, они тоже, я не могу сказать, что напрямую ученики, но они пересекались, и однозначно Белоконев, Владимир Иванович Рудалкин, Рудожий Капсанович. Это плеяда мощнейших хирургов, ученых, исследователей, поэтому дело Георгий Леонидович живет, есть последователи, есть ученики, и уже сами многие из них стали наставниками, поэтому вот, наверное, есть задача такого человека дать энергию, да, которая будет после него жить, и будут расти новые кадры, которые нужны и в УЗУ, и практическому здравоохранению. Ну, вот вы уже сказали про его ученика Виктора Полякова, получается, что и такое известное в городе учреждение как кардиологический диспансер также связано тесно, да, с именем Райтнера? Ну, в какой-то степени, да. Самым тесным образом, потому что, когда было принято решение о строительстве этой 15-й больницы, потом она стала кардиодиспансером в нашем городе, и надо было ставить кардиохирургическую службу, и все первые сотрудники, и доктор Белый, и Виктор Петрович Поляков, это все и заведующие реанимации, и кардиологи, они все были учениками Георгия Львовича. Полностью вся бригада перешла в кардиодиспансер, в кардиоцентр, вновь открывшийся, и там, фактически, это было сначала даже как филиал кафедры, клиники факультетской хирургии кафедры, и Георгий Львович первые три года достаточно часто ездил, помогал делать сложные операции, и Виктор Петрович Поляков, как прямой ученик, который писал о кандидатскую, докторскую инсертацию под руководством Георгия Львовича, возглавил этот кардиодиспансер и создал прекрасный коллектив, уже его ученики сейчас продолжают дело. — Александр Владимирович, а вот все-таки Ратнер был хирургом совсем другого поколения. Я сейчас говорю о современных медиках, которые вот только-только пришли учиться. Скажите, а вот для них насколько актуальна его школа и его труды? Ну, есть же такой некий нигилизм, что вот все, что было до, это оно не очень все так? — Ну, вы знаете, вообще в целом в медицине и в медицинских вузах очень вся традиция. И, конечно, на кафедре факультетской хирургии в обязательном порядке изучаются труды Георгия Львовича, его технологии, техники. Понятно, где-то прогресс шагнул дальше, но он же строится на каком-то фундаменте, поэтому 100% это не забыто, 100% используется и висит фотография Георгия Львовича. Я знаю, что студенческий кружок обязательно проходит под эгидой и воспоминаниями о Георгии Львовиче. И он очень всегда любил молодежь, любил общаться с субординаторами, тогда они были субординаторами, с клиническими ординаторами, там попозже, с интернами, тогда они были. Он очень любил молодежь, и она его отвечала тем же. Поэтому отвечаю однозначно, что его дело живет, и знания, которые они были, ну, они с чего-то же начинаются, там, первый шаг, там, доступ, да, или там еще что-то. Все равно наши учителя вложили фундамент, а уже дальше прогресс делает свое дело, развивает. Так что здесь его дело живет. Я тут уверен в этом. Я думаю, что я могу назвать слово «гениальность» по отношению к Георгию Райтнеру, но история говорит о том, что в жизни с гениями общаться достаточно было сложно. А вот, может быть, сейчас более такое лирическое отступление, каким он был человеком. Вот я читала, что он правду матку, невзирая на политессы, всегда мог выдать. И вообще, вот как в жизни с ним, как с человеком в работе вы общались? Ну, что, наверное, я скажу. Ну, пожалуйста. Ну, что здесь можно сказать? Прежде всего, когда мы говорим о каких-то свойствах характера человека, нужно понимать, откуда, где этот характер выкрестовывался. Это вот о чем идет речь. Георгий Львович – фронтовик. Да. Он прошел всю войну, командовал взводом артиллерийской разведки и получил четыре ранения. После четвертого ранения, к сожалению, оно было очень тяжелым. И он мог остаться инвалидом. Но упорство, упорство, в разработке руки, которая у него висела, как плеть после этого ранения, несколько лет он этим занимался. И он после этого смог стать блестящим хирургом. Вот как характер формируется. И, конечно, это наложило свой отпечаток. Он достаточно часто говорил, мы, может быть, люди уже пожилые, но прошедшие войну мы очень крепкие. Он это повторял периодически на кафедре. Ну, конечно, но сказать, чтобы сложно с Георгием Львовичем было, я, как его ученик, 19 лет под его непосредственным руководством проработавший, я этого не могу сказать. Мне было легко. Единственное, конечно, некоторые слабости, которые каждому человеку свойственны, он, допустим, не терпел опозданий. Какая прелесть. Совершенно не терпел опозданий. Я помню, как однажды на собеседовании я опоздал к нему, может быть, на 5-7 минут, но не больше, 10 лет совершенно точно. Я получил очень серьезное замечание. Хотя мы уже были знакомы много лет, я работал под его руководством, но мне все стало сразу ясно, и сейчас я стараюсь, стараюсь, во всяком случае, помню об этом всегда, не допускать этого. Вот ведь о чем идет речь. Георгий Львович был своеобразным человеком в очень многих вопросах. Со своей собакой он разговаривал только на английском языке, например. Еще интересный эпизод, на самом деле, и всегда очень интересные воспоминания тех, кто знал, кто был знаком. Сейчас воспоминания Геннадия Петровича Котельникова. Прошло много лет, но вспоминая десятки, даже не десятки, а сотни преподавателей, вот он один из тех, кто мне запомнился на всю жизнь. Один из тех. Его поступки, его фразы, его там вот, понимаете, он мне однажды сказал, понимаете, я учился на пятом курсе, прошу прощения, я закончил институт, и мне было примерно двадцать, тридцать, 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 ну, два, может быть, года, вот так, меня избирает секретарем парткома, института. Понимаете, это, ну, по тем временам, это очень серьезный должность, очень серьезный должность. Это, во-первых, а во-вторых, ну, молодой я, и вот он ко мне подходит и говорит, Геннадий, от себя не рано ты вот на такую должность забрался? Я говорю, да я не забирался, говорю, значит, вот пригласили все, я шучу, не волнусь. Я искренне за тебя рад и очень надеюсь, что ты останешься таким, вот, каким ты был. И вот там прошло ценное количество лет, когда меня избрали ректором, это уже был спустя, примерно, после этого, двенадцать, там, может, тринадцать лет, после этого, он мне сказал, вот ты помнишь, я тебе говорил? Я тебе должен сказать, что ты вот за эти годы изменился мало, только чуть пожестче, чуть пожестче надо быть. Вот что он мне сказал. Георгий Львович Райтнер был талантлив, ведь не только в главном деле его жизни в медицине, у него очень много книг написанных им, и вот, кстати, он говорил, писал, «Мои хирургические заслуги забудутся, а книги мои останутся». Ну, на самом деле, не прав был, не забылись хирургические заслуги, конечно, да, но вот это наследство, которое он нам оставил, литературное, как оно используется сейчас, читают ли его студенты? Ну, я могу сказать про себя, все его книги, у меня обязательно они были, то есть все, что новое выходило, мы ждали, и очень легкий язык написания, там, как стать хирургом, там, какие-то афоризмы, он, кстати, я вот дополню, к тому, что Алексей Николаевич сказал, у него было потрясающее чувство юмора, то есть он мог так иногда тонко пошутить, что, ну, не всем это было тогда смешно, вот, но, в общем, талант, конечно, колоссальный, гениальный, это вот легкость написания, поэтому, там, мое, мои коллеги, мои, там, параллельно, кто мы с кем учились, сто процентов, кто были хирургами, они все хотели, и у них были книги, сейчас, наверное, ну, количество книг же, на все равно, ограничено, да, но есть в библиотеке какое-то количество, конечно, уверен, что, тут я, может быть, не могу сказать за молодых ребят, да, которые сейчас в ардинатории, например, но то, что это книги бесценные, и на поколение, это сто процентов, потому что они же не всегда описывают, там, какую-то очень узкую ситуацию, они же в целом говорили, да, как, как, как хирургии прийти, как, то есть это, это, конечно, бесценный опыт, и еще одну черту тоже я вот вспомню, вот знаете, как он, очень часто с какой-то просьбой заходишь, там, Гюльич, а может там научную тему, дай мне время, и он мне говорил, что у меня иногда как бывает, я, там, ложишься спать, ночью можешь проснуться, идеи ты их записываешь, записываешь, у него какой-то дневник был свой, и несколько раз он, запрос идет, проходил какое-то время, зайдите, Александр Владимирович, я когда-то в клинической ординатуре был, вот он тот, 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 то есть он никогда ничего не забывал, у него был дневник, и какие-то идеи, я знаю, все это приходили вот так вот, в ночной период времени, и так далее, а так, то, что написано им, это, конечно, это бесценно, и уверен, что поколения, и дальше это будут ценить, что они имеют. И я бы хотела, чтобы сегодняшний наш разговор, мы завершили неким таким анонсом, опять-таки анонсом памяти Георгия Ратнера, у вас в самое ближайшее время, в университете, будет научное мероприятие, посвященное как раз, вот его имени, это будет проходить аортальный российский конгресс, он шестой, аортальный российский конгресс, и надо сказать, что организован был этот конгресс учеником Георгия Ратнера, академиком Беловым Юрием Владимировичем, который некоторое время возглавлял Российский научный центр хирургии имени Петровского, а в настоящее время он руководит, внутри этого центра создано несколько институтов, и Юрий Владимирович сконцентрировался и руководит всей сердечно-сосудистой хирургией, институтом кардиологии, кардиохирургии внутри этого института, там он расширился, институт Петровского, но всей кардиохирургией руководит как раз ученик Юрий Львович, академик Белов Юрий Владимирович. Это очень сложная хирургия, она очень тяжело себе пробивает путь, не во всех европейских странах есть хирурги и клиники, владеющие этими операциями, но вот Юрий Владимирович, вот ученик Георгия Львовича, он сумел поставить эту работу в нашей стране так, что все больше и больше центров овладевает, и все ведущие специалисты, 38 человек из ведущих центров нашей страны, они все будут у нас в качестве лекторов на этом конгрессе, он будет проходить два дня. Ну и добавлю, что помимо такой мощной научной программы с выступлением, с докладами, опыта наших коллег, конечно, запланирована программа посещения инфраструктуры нашей, научный, инновационный клиник, сам ГМУ, ну и, конечно, неформальное общение. Поэтому те люди, которые нас слушают, специалисты тоже приглашаем принять участие в этом форуме. Да, мы надеемся, что это будет импульс для нашего региона, поскольку заболевание достаточно частое, оно плохо пока еще и диагностируется, и трудное влечение, это для всего региона будет очень-очень... Ну это знаковое событие. Знаковое событие, да. Ведущие специалисты страны два дня будут абсолютно доступны для всех врачей, у нас светят на все вопросы, это очень важно для региона. Сейчас почему-то подумалось, что если бы Георгий Львович вот сейчас посмотрел свой любимый университет, то, наверное, он был приятно бы удивлен, насколько все изменилось, сколько нового появилось. Ну главное, все-таки вы совершенно правильно отметили, что в медицине, традиции это очень важно. Это слово. Это слово. Ну что ж, мы будем заканчивать этот разговор, хотя он на самом деле мог бы, наверное, продолжаться бесконечно, такая многогранная личность, о которой можно говорить и говорить, но самое важное, мне кажется, что вот в истории нашего города, в истории вашего университета это имя было, был этот человек. И как он говорит, что останутся книги, но нет, останутся не только книги, останется память. Нашему городу без сомнения повезло, и нашему региону, что такой человек достаточно долгое время работал в нашем университете, в нашем городе. Я благодарю вас за то, что вы откликнулись и быстро приехали поговорить о таком прекрасном человеке. Наверное, иначе не могло и бы и быть. Спасибо, что были с нами. Прощаемся с телезрителями. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин